Продолжение следует... 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 Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сухрани нас, Боже, Своей благодатью. Господи, помилуй. Господи, помилуй, сухрани нас, Боже, Своей благодатью, посвящено и сухрани нас, Боже, Своей благодатью. Господи, помилуй, Сыну и Святому, и Иисусу, и Господи,кина нас, Боже, Своей благодатью. Песня «Спаси» 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 Песня «Аллилуйя» Песня «Аллилуйя» Песня «Аллилуйя» Песня «Аллилуйя» Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. И в живетенье умнитель, и везли из небесей, и из подславы и пресвятаго Духа, на святые свои ученики и апостолы, Христос, истинный Бог наш, молитвы причисляет Своей Матери и всех святых, помилуй всех подверг на всех, кто плавит, и кто любит. Субтитры создавал DimaTorzok Ибо Дух Святой означает не что иное, как жизнь святая. Ибо слово Дух в изначальном его понимании значит жизнь, но жизнь божественная, а в Боге жизнь может быть только святая. И вот человек на Пятидесятницу становится причастником Божественной жизни, наитен Святого Духа. Как когда-то в древности все человечество разделилось на народы при Вавилонском столботворении, так же и ныне, на Пятидесятый день после Пасхи, на Десятый день после Вознесения Господня. Божественная сила снисходит на человека. Дух Святой начинает действовать в человеческой природе и во всем творении. И рождается на свет Церковь, новый народ, в котором нет уже ни Эллина и ни Иудея, ни мужского пола, ни женского, нет разделения на раба и на свободного. Потому что все во Пятидесят соединилось и единым языком, говорят апостолы, таким языком, который понимают все. Вы слышали сегодня деяния апостольские. После зашествия Святого Духа апостол Петр вышел на пробоведь, и там было множество на площади народов, разных языковых культур, разных даже диалектов. И каждый, слыша проповедь апостола Петра, понимал до глубины души, понимал все детали. Как будто бы апостол Петр говорит на его родном диалекте, на его вот в деревне. У них вот так вот говорят, например. И вот слышит человек, что апостол Петр проповедует для мелочей, понятно и ясно все. И эта проповедь проникает и Дух Святой через слова, через благовестия апостола Петра и остальных апостолов, которые воспринимали в себя силу Святого Духа. Люди воспринимают через апостолов, и церковь начинает разрастаться через саинское крещение и через апостольское благовестие. И это благовестие, слава Богу, дошло и до нас. И объединяет нас, и призывает нас сюда, в храм для совершения богослужения. Ибо нет ничего более прекрасного и приятного и полезного для человека, чем богослужение, чем молитва и участие в храме духовных. Ибо здесь человек становится причастным к божественной жизни. И Христос самим собой у нас питает, напаяет нас своей живоотворной кровью, и телом своим питает и укрепляет наши силы. Ибо каждый, кто причиняется, скушает тело и кровь Христовой через это, как мы исповедуем, соединяется теснейшим образом с Богом. Кто будет есть мое тело и пить мою кровь, в том буду я пребывать, и тот будет пребывать во мне. Так показал Христос, так Он бы повезло. Но для того, чтобы к причастию подойти, нужно быть подготовленным, максимально подготовленным к Таису. Нужно в себя и тело свое, и душу, и ум в чистоте света. Вот действие Святого Духа распространялось, и различными голосами, даже ангельскими языками говорили апостолы. Эти ангельские языки, они повесуют, кстати, апостол Павел в своих посланиях. Даже если я буду говорить на языках ангельских, то это не значит, что такое язык ангельский. А это вот такой таинственный сверхчеловеческий язык. У апостолов был этот дар языков. И этот ангельский язык обладает огромнейшей силой. Он действует на человека. Хотя он может быть человеку непонятен. Но даже скорее всего непонятен, потому что человек, существо земное несовершенное, ангельский язык максимально подобен божественному языку. А Бог есть тайна. И вот в древних ферческих традициях, византийских, древнегреческих, в древнерусских, сербских, болгарских традициях пения церковного были такие странные в распевах, вставки. Они назывались анинай, террентисмы, хабовые. И вот считалось, что здесь, в этот момент, когда певцы пели, совершенно нечто невнятное и непонятное. Они пели, например, айнинай, нэни, айнэны. Вот такие какие-то вещи. Или террирэм. До сих пор на Афоне монахи афонские поют эти террирэмы, террентисмы свои. Хабовые, например, пели на Афоне тоже. Хабу-ва-вабу-ва, хабу-ва-вабу-ва. Вот такие вещи. Но это они все воспевали на красивую такую мелодию, как мы сегодня слышали. И получалось так, что там-то вербально непонятно, что это такое. Рационально непонятно. Это не слова человеческие. Это язык ангельский, так говорили. Это голосолалии, это язык божественный, проникает в распевы церковные. И главное предназначение церковных распевов не в том, чтобы произнести, понятно, текст, а в том, чтобы мелодический, музыкальный характер донести до человека. И вот эти распевы, которые вы сейчас слышали, вот они по древним образцам, как еще в 16-м веке у нас были в Сибири, в 14-м, в 15-м, в те стародавние времена. А потом дьяволу-то не нравится ангела подобное пение. Он ненавидит вот это звучание. Потому что оно противно, его дух. А ему что надо? Ему надо траля-ля, траля-ля. Чтобы человек был опьянен, чтобы человек был приземлен, здесь, на земле. Простые ритмы, простые мелодии, совершенно простые гармонии, грустные, веселые. Вот та музыкальная культура, какая у нас сейчас обычно там, в миру. Вот это весовская музыка. А это ангелы подобные. Так пели наши предки, так они молились, так звучит молитва. Если когда-то слог фразы ферувимской начинает распеваться на несколько аж, строг длинный, и мы уже не понимаем, где текст, на каком месте песнопения мы находимся, это не значит, что это плохо. Это значит, что это древняя традиция голосоларий, откровений, языка святого духа, ангела подобного языка. Здесь у нас на слухе, на молитве. А где же еще? И у нас есть на слухе, да. И поэтому, когда кто-то говорит, вот они начинают затягивать, поют вот так долго-долго мелодию, я уже не понимаю, какой текст. Так это хорошо. Это как раз, вот оно, голосоларие. Когда непонятно уже становится. Потому что Бог, он разве понятен? И это непонятно, он таинственен? А кто-то говорит, ой, они дузят вот так, что аж даже спать хочется. А в Иисусову молитвах. Кто-нибудь пробовал читать Иисусову молитву? Ее же надо не пристанно, вот так медленно, не торопясь, читаешь, читаешь. И тоже засыпаешь, да? Да. Да, засыпаешь. Засыпаешь. О чем это говорит? О нашей несосредоточенности. О нашей расслабленности. Поэтому древние канонические разбивы не действуют на нашу душу. Потому что мы не способны еще пока их воспринимать. Но я знаю людей, которые, когда они это воспринимают, когда они слышат это, молитва загорает в своей душе. Чувства неземные возникают в их душе. И переживают они такое, чего человек на земле пережить не может в обычной мерзкой жизни. Вот эти распевы, вот эти тексты церковнославянские, они зажигают в душе человека огонь молитв. И Дух Святой действует через эти распевы и через слова именно древних церковнославянских текстов. И это значит, что Дух Святой донес все и до нас, все в древних архаичных временах. И это прекрасно, что сегодня раннюю Дергию мы отслужили, Бог нам дал, позволил. Это дар Божий, Он подарил нам. Где еще? Ну, в Оптину можно съездить, на Салатки, на Вала можно съездить, подобное пение. Потому что дьявола ненавидит. И у нас оно, я думаю, ненадолго задерживается. Так что наслаждайтесь молитвами, учитесь молитвами. Дух Святой этими мелодиями себя выражает и сливает на нас с вами. Поэтому, кто не понимает, пусть задумывается всерьез над своим духовным состоянием, над качеством своей молитвы. И День Святой Троицы сегодня еще. Тайна Троицы открывается действием Святого Духа. Ну, вот кто придет сегодня после позиции ритургии на вечернюю еще, там будут молитвы на призывание Троицы. Чтобы Бог благословил, Бог Троица благословил нас на последующие времена, на следующий год, чтобы Бог благословил наши действия, наши жизни, помыслы все наши. Оберегал, чтобы нас. Вот тогда, может быть, если силы останутся, еще и от Айни Троицы. А сейчас я, причастников, поздравляю со святым принятием. Всех православных христиан поздравляю с днем рождения Церкви. Пусть каждый из вас совершит положенное христианину пожертвование на строительство храма и на существование нашего мужского славянного хора. Вот тут ящики, монахиня Марка будет с ящиком для хора стоять, и вот еще будет ящик для строительства храма. На выходе можете совершить пожертвование, чтобы тут в храме не греметь. Причастники, выслушайте благодарственные молитвы. Так, ко кресту давайте подходим вот отсюда, сюда, и потом выходим туда, на сему. Вот тут, пожалуйста, опять сделаем выход. Как на причастие делали, так же и сейчас. Слова тебе Божия, слава тебе Божия, слава тебе Божия. Слова тебе Божия, слава тебе Божия. Слова тебе Божия, слава тебе Божия. Не толкаться. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.